ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Что, собственно, произошло? Что явилось причиной столь бурных возмущений? И вот об этом мне хотелось бы сказать буквально два слова. Дело в том, что мы все стали уже не первый раз свидетелями проявления актуального искусства, современного искусства. И именно так нужно оценивать происходящее. Это была отнюдь не хулиганская выходка. Они не пришли в храм, чтобы с кем-то драться. Они не пришли в храм, чтобы побить церковную утварь, испортить иконы. Нет. Они пришли выступить. Они пришли спеть песню определенного содержания, в определенном месте храма, определенным образом будучи одетыми. Это художественная акция. Вот понимание того, что это художественная акция, очень многое объясняет. К сожалению, современная российская публика, даже столичная, совершенно лишена возможности, исторически, к сожалению, так сложилось, лишена возможности правильно понимать подобные действия. Мы не знаем, что такое современное актуальное искусство, акционное искусство, искусство акции, искусство художественного жеста, художественного высказывания. Мы не знаем, как правильно относиться к тому, что делают подобные люди, художники, современные художники. Арт-группа «Война». Художник Олег Кулик, который лаял на прохожих, раздевался до гола, представлялся собакой. Это происходило, правда, не в Москве, а в Берлине. Там к этому относились гораздо более адекватно. Мы не знаем, как к этому относиться. И не зная, наша первая реакция – возмущение, осуждение, неуемная жажда немедленного наказания, практически распятие. Понятно, почему мы этого хотим, и понятно, почему мы не знаем природы подобных поступков. Страна, в которой мы росли, советская власть, она не предполагала ничего подобного. В советские годы мы знали, что картина, произведение искусства – это то, что висит в Третьяковской галерее. Симфоническая музыка – это то, что можно услышать в концертном зале. Чтение стихов – это то, что происходит в музеях, в каких-то площадках. Одним словом, и то, и другое, и третье – санкционировано, разрешено. Такая была жизнь. С приходом свободы в нашу жизнь очень многое изменилось. Но не изменилось отношение, неумение понимать, что происходит, неумение правильно отнестись. Подумайте, ведь эти девушки пришли в храм, чтобы сообщить городу и миру определенную информацию, сообщить ее так, как они сообщили. Не больше и не меньше. Потом уже началось все это движение по осуждению, по тому, как интерпретировало общество это. И, к сожалению, интерпретация была крайне негативная. Сейчас заведено уголовное дело, и девушкам грозят реальные сроки. Это вообще какое-то средневековье. Творится какой-то ужас. Самое невыносимое, невыразимое, что все это идет от самой церкви. Жажда мести, что, вообще-то говоря, противоречит базовым принципам, милосердию. Это все исходит даже не от людей аполитичных, а от людей верующих. От руководства церкви. Крайне негативная оценка. И те, кто, те немногие, кто выступают от лица церкви с попытками понять это, как, например, отец Андрей Кураев, подвергаются немыслимой травле. Их могут, кстати говоря, совершенно реально лишить сана. Так, на минуточку. Только лишь за то, что человек пытается адекватно отнестись к тому, что произошло. Понять это. Понять, что современное искусство – это то, что происходит на улице. Это то, что нерегламентировано привычными нам нормами понимания искусства. Вообще, художественные высказывания – это зона тотальной свободы человека. И нужно проводить четкую грань между художественным высказыванием и хулиганством. То есть, всеми теми действиями, которые подпадают просто под статьи Уголовного кодекса. А грань это есть, она видна. И нам нужно учиться понимать, что такое современное искусство. Потому что понимая современное искусство – это еще один путь к пониманию просто другого человека. Того человека, который занимается этим искусством. И это очень важный момент. Очень важный момент. Любая попытка понять другого человека – это смысл нашего существования здесь, на этой земле. Старайтесь это делать. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok